Привет, друзья! Жара, солнце, лень, ощущение уюта, окрошка. Вместо тысячи слов, как это чудо готовится, да очень просто и быстро. Много нарубленных овощей и любимая заливка. В моём случае это кефир. В первую очередь я отвариваю яйца, картофель и мясо говяжье. Овощи я помыла хорошо и просушила. Режу огурцы мелкими кубиками. В окрошку добавляю только свежие овощи, что делает это блюдо очень освежающий и мега питательный. Кладу нарезанные огурцы в большую чашку, где я буду всё перемешивать. Редицкую я режу тонкими ломтиками, тоже небольшими кусочками. В окрошку можно добавить мясо, курицу или колбасу. Это всё на ваше предпочтение. В этом случае я готовлю с отварной говядиной. Её я режу тоже кубиками. Перед тем, как нарезать говядину, желательно её охладить. Тогда можно её нарезать очень красиво. Картофель я тоже охладила хорошо. Её главное ещё и не переварить. Тогда можно только нарезать кубиками, не превратив её в пюре. Яйца я отварила вкрутую. Отделяю белок от желтка. Режу белки на кубики. Желком это, конечно, посложнее. Его можно только порубить. Нарезала все ингредиенты. Вроде ничего не забыла. Зелень добавлю чуть позже. А пока разбавляем кефир со сметаной. Ну, очень вкусная, просто бомбическая заливка получается. Ещё добавляю немного соли. И наливаю минеральную воду без газа. Такая заправка, освежающая, с мягкой кислинкой и со сливочным вкусом, полюбится вам. Также кефир можно заменить холодным квасом или даже сывороткой. Конечно, я не претендую на самую лучшую и вкусную окрошку в мире. Но я так делаю давно и менять что-то мне не хочется. Добавляю обязательно чёрный перец и много зелени. Я считаю, что это и есть основа окрошки. Без неё никуда. Из зелени кладу только лук зелёный и укроп. Зелень мелко рублю. Теперь я всё перемешиваю и охлаждаю. Подают окрошку обязательно холодной. И поэтому она уместна в жаркую погоду. Ведь она придаёт ощущение свежести. И в то же время является сытным блюдом. Помидоры я нарезала мелко и добавляю к окрошке. Но это по желанию. Не зря такая красота и простота приготовления. Лёгкий вкус обеспечивает окрошке народную любовь. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы! С вами была Наталья. Пока-пока!